Путин и Эрдоган встретились в Петербурге. Да, начали диалог с чистого листа, жали друг другу руки, тут написали еще, вот про скидки на газ говорили, встреча продлилась два часа, поэтому, наверное, беспрерывно лапзали друг друга два часа, потому что, ну а как же, о чем можно договориться, это надо часов шесть разговаривать, а тут за два часа. И Путин решил отменить санкции против Турции за сбитые СУ-24, я напоминаю, Эрдоган не извинился, как Путин требовал. Путин требовал извинения, я сказал, что Эрдоган никогда не извинится, помнишь? Эрдоган не извинился, я напоминаю, Путин отменяет санкции, почему? Потому что Эрдоган его давит. Мы давно уже заметили, что когда общаются Путин и Эрдоган, Путин сдает все вообще. То есть, как дипломат он ноль вообще, как политик, который представляет свое государство ноль, абсолютный ноль, когда говорят, что он там всех переиграл. Кого он нафиг переиграл? Никто не извинился за это СУ-24, а он сдал уже все. И вот он заявил о возобновлении чартеров в Турцию в ближайшее время. И, значит, и Россия, и Турция намерены уже в октябре подписать межправительственное соглашение по турецкому потоку. И бегут они, испотыкают, сломя голову. И Путин заявил, что и Болгария уже согласна, и все там, в общем-то, все счастливы. А вот французские СМИ заявили очень забавно, в Петербурге прошла встреча царя и султана. Вот это точно, совершенно точно, настолько это прямо вот они в точку попали. Такое ощущение, что они артподготовку слушают, да?